Дорогие друзья, мы с вами находимся в Харькове, где проходит ежегодный турнир Харьков Арфрестлинг Оупен. Сегодня сюда съехались топовые украинские руководители, чтобы выяснить, кто из них сильнее. Среди участников турнира нас больше всего интересует Игорь Акаров. Участник топ-8 до 95 килограмм и человек, о котором мало что известно. А зря, ведь он по праву занимает место в числе лучших арм-рестлеров мира. Впрочем, давайте разберемся, почему. В 2019 году я решил поехать на золотый тур, попробовать свои силы отбираться в топ-писи. На золотом туре мне удалось занять четвертое место, что дало мне возможность продолжить борьбу в переховном поединке для топ-писи. В грудня произошел поединок с Иреницей, в котором мне удалось перемогать его с рахунком 5-1, после чего я вступил в топ-писи. Сейчас я тренуюсь дома, после того, как я собрал зал, и мне нравится заниматься дома, так как мне не нужно никуда ездить. Все, что мне нужно, у меня есть в зале. Я собрал блины, у меня есть руки, стены. После того, как я начал заниматься дома, и готовил себе к дергалю, те направления, которые я планировал на него подготовить, прогрессировать в них, я додал в них сильно. В другом зале я, возможно, и не додал бы. В таком зале можно набирать и набирать. На турнире в Харькове присутствует заядлый соперник Игорь, Сергей Калиниченко. Он, так же, как и Игорь Акара, одерживает победу за победой на своем пути и без поражений выходит в финал. Парни уже понимают, что им снова предстоит сойти с лицом к лицу за столом для армрестлинга, на этот раз в финальном поединке. Знаете, я могу точно сказать, кого недооценивают, и в этом будет их ошибка. Всех, кто борется в 95, они недооценят Бабаева. Почему, не знаю. Может, потому что он в плюсах проиграл, знаешь, но это ничего не значит. 95 – это совершенно другая категория, и здесь он покажет профессионализм. В данный момент пока отдыхаю, и в ближайшие, надеюсь, пару месяцев я хочу восстановиться, потому что очень сильно загнался, 4 месяца загонял себя в подготовках, и нервная система переутомилась, и уже, честно говоря, даже на железо смотреть не могу. В общем-то, месяца полтора-два отдохну, и пару месяцев, надеюсь, у меня будут на подготовку. Я уверен, что Бабаев будет в четверке пули лучших. Ну, что касается своих соперников, я бы так сказал, во-первых, я узнал, что Ангарбаев выбыл, и, честно говоря, ему замену, не знаю, честно говоря, сейчас подумать, если кто может его заменить, это разве что, если взять из тех фаворитов, которых я помню, но Джона бы неплохо было бы вместо него поставить. В общем-то, всем бы интересно было, я думаю. Да, мы хотели бы, я видел бы неплохой поединок, если бы вернули Джона или Зурабата в Беридзе. Я думаю, эти два спортсмена в категории в топах смотрелись бы просто великолепно. Не хочу даже ничего говорить, потому что все там уровня набрали, даже те, которые были не в фаворитах, я смотрю. И я смотрю, Игорь Акара неплохо выступает, но в то же время он же себя сравнивает не с профессионалами, а тут смотрится по-другому все. Акара готовился все время, уже почти два года, только правую руку, борется сегодня только на левую. Мы правую решили не трогать, пусть она отдыхает. Кстати, левая у него намного сильнее, чем правая. Я надеюсь, что он сейчас должен показать очень хороший бой. Я очень на это надеюсь, потому что показатели на левую у него гораздо лучше, чем на правую. Решил выступить на левую руку. Левая рука вначале показала себя не очень. Я вышел с парнишкой там, одним очень сильным. И этот парень просто-напросто взял и раскрыл меня. Ну, так получилось, что я по фаллам выиграл. Но после этого я включился. Три победы подряд. И победа за выход в финал над Игорем Акарой на левую руку далась мне более-менее легко. Но я скажу, почему так произошло. Потому что он просто-напросто не знает, куда со мной бороться. А я-то знаю, куда его бить. И я уверен, что в финале он поменяет технику. И больше не будет идти в мою борьбу. Он будет навязывать свою. Ну, мне придется, короче, что я вам скажу. Кто навяжет свою борьбу, тот и выиграет. 100%. Но я буду бороться со всей силой. Насколько это возможно. Сейчас я ждал на финалы. В финале я буду бороться с Сергеем Калиниченко. Я в финал вышел с паразкой. Но я надеюсь, что в финале я смогу все-таки подобрать ключик до его борьбы и выиграть. Всем тем, кто будет со мной бороться верхом, всем будет очень тяжело. Я возвращаюсь на левую руку. И думаю, к концу 2022 года сделаю ее еще сильнее, чем она была до травмы. Он очень хороший. И он спрогрессировал. Ну, из всех моих учеников максимально лучше всех. То, что он делал в упражнениях, я просто поражался. Действительно. Он очень талантливый и очень исполнительный парень. Это нужно заметить. И я уверен, если бы был этот поединок с Ангар-Баймой, мы бы готовили ему очень большой сюрприз. Поверьте мне. Поверьте мне. На сегодняшний день Игорь Акары сильнее, чем я. Ну, все еще впереди. Я ему отвечу. Вот такой вот серьезный парень этот Игорь Акар. Мы уверены, что этот атлет способен показать высокие уровни своей категории на ТО-8. Мы с командой ПАЛ организовали не один уже армфайт. И сейчас произошли суперские поединки, в которых ребята одержали феноменальные победы. Но один поединок мне очень запомнился. И я хочу, чтобы эти ребята еще раз переборолись. Ну да, тем временем на подготовку. И как раз сегодня, я думаю, эти два мастодонта должны побороться где-нибудь на какой-нибудь из этапов ТО-8 на команде ПАЛ. Ты хочешь армфайт? Да, конечно. Я вернулся после четырех лет отпуска. И теперь я снова возвращаюсь в форму. Вот так. Я думаю, это будет очень интересно. Буду готовиться. И хотел бы выступить снова с новым результатом. Ты сегодня проиграл? Да. Я хочу вернуться, чтобы забрать победу. Отлично. Ну а ты что-нибудь ему скажешь? У него что-нибудь получится? Да, почему нет? Как бы форма тоже хорошая, сильная. Как бы просто нужно время, подготовимся. Думаю, покажем хороший зрелищный бой. Так что будем готовиться. Спасибо ему. Ну мы ждем тогда вас после Нового года на где-нибудь или Киев Open, или этапах ТО-8. И мы договоримся с вами о точной дате. Я думаю, этот бой будет феноменальный. Так что хорошей вам подготовки, ребята. Спасибо. Спасибо. Давайте. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok